История Авраама рассказывается в Таре в двух недельных разделах, разделах Лех-Леха и Ваера, в третьем и четвертом разделах Книги Бытия. И первый из этих разделов Лех-Леха посвящен переходу от Авраама к Аврагаму, переходу, при котором человек, родившийся в Вавилоне высочайших духовных качеств, духовный лидер, становится отцом еврейского народа и при этом проходит некую очень существенную трансформацию. Трансформация состоит в том, что вначале Авраам не планировал создавать народ, или как бы узкий народ, он все время стремился к универсализму, он хотел быть духовным отцом народа Авраам, он осматривал возможное создание избранного народа через Агари Ишмаэля, то есть через интеграцию с Египтом, ведущей цивилизацией того времени. Он привел с собой, как говорит нам Медеаш, учеников из Харана. Тара называет это душами, которые они прибыли в Харане. Авраам всегда стремился к универсальности. И лишь к концу этого недельного раздела, когда у него появляется имя Аврагам, и он обновляет свой завет с Богом и получает заповедь обрезания, и после этого он может родить Ицхака, от которого уже далее идет еврейский народ. То есть в каком-то смысле Авраам рассматривает свою миссию теперь с одной стороны более узко, а с другой стороны более широко. Более узко, потому что народ, который будет создан, избранный народ, идет от него и Сары, которые оба иврим, то есть потомки Эвера. И это как бы очень узконационально для него. И этот народ будет очень специфическим, и в этническом плане очень специфическим, народом, который очень отличается от других народов Земли. И тем не менее, именно через этот народ будет достигнута универсальная миссия – распространение монотеизма и связи с Богом, и завета с Богом на все человечество. То есть именно тогда, когда Авраам становится как бы узконациональным, именно через это он становится универсальным. Когда он понимает, что его наследником будет ребенок от Сары, то есть узконациональная линия, именно тогда он становится Авраам, то есть отец множества народов, тот, который может распространить божественный свет на все человечество. Связано это с тем, что человечество состоит из народов, и поэтому только народ, особый специфический народ, а не просто универсальная идея, может повлиять на человечество. И поэтому именно в национальной специфичности коренятся универсальные возможности, возможности повлиять на всех. Тот, кто не является национально специфичным, тот, кто похож на всех остальных, он на самом деле серьезно повлиять не может. Потому что, и мы уже говорили об этом, настоящая реализация диалога с Богом осуществляется не только на уровне отдельных индивидуумов или интеллектуалов, или праведных людей, но на уровне всего народа в целом, всего национального организма целиком. И как людей продвинутых, так и людей простых, и как людей интеллектуальных, так и людей, занимающихся самым обыденным трудом и не склонных к интеллектуальным занятиям. И тем не менее, Бог именно так устроил человечество, и целью здесь такого устройства является то, чтобы диалог с Богом, приход к святости, был счастлен для всех людей, на всех уровнях. А для этого он должен реализоваться сначала в одном народе, который будет моделью для всего остального человечества. И именно поэтому национально специфическое обладает гораздо более универсальной силой, чем безличное, безнациональное. Когда Тара говорит нам об Аврааме, она называет его Авраам еврей, еври. И это имя, которое означает наследника Эвера, и, видимо, не только наследника по крови и физически, что мы, конечно, знаем, что Авраам был потомком Эвера, но и наследника духовного. И это имя, Иври, сохранилось у нас до сих пор в названии еврейского народа, евреи. У нашего народа есть два основных имени – еври, евреи и Исраэль. Третье имя, Иудеи, возникло позже. Это только одно из колен еврейского народа, которое стало ведущим в эпоху второго храма. Но два исходных имени – евреи, то есть еврей и Исраэль – они соответствуют двум группам праотцев еврейского народа. Мы обычно, когда говорим о праотцах, упоминаем только Авраама, Ицхака и Якова. И Яков получил имя Исраэль, соответственно, народ, который от него произошел, называется Бнеисраэль, сына Израэля, или просто Израэль. Но был еще и до них, до Авраама, Ицхака и Якова, был как бы первый вариант праотцев, других трех праотцев, и это Ной, Шем и Эвер. Традиция сообщает нам, что Ной, Шем и Эвер были монотеистами, и не только монотеистами, они учили все остальное человечество. Ну, мы видим Истары, диалог Бога с Ноем, и затем благословение Шему и Яфету, но традиция выделяет именно Ноя, Шем и Эвера как главных учителей человечества. И про Эвера, от которого, собственно, и происходит имя Иври, сказано, что у него было два сына, и одного из них он называет Пелег, поскольку в его дни разделилась земля. Вот идея разделилась земля, а традиция относится к Вавилонской башне. То есть во времена Эвера, во времена деятельности Эвера, произошло разделение народов, разобщение народов при Вавилонской башне, и поэтому Эвер называет своего сына Пелег, надеясь на преодоление этого разделения. Само имя Пелег тоже означает множественность, но множественность и разделение бывает разным. Бывает разделение, когда есть противостояние, а бывает разделение, когда просто есть много возможностей. И Эвер называется сына Пелег, надеясь, что это разделение послужит множеству возможностей, а не просто противостоянию разделения Вавилонской башни. Но это показывает, что само это имя, что для Эвера история с Вавилонской башней была чрезвычайно существенной, проблемной. И традиция добавляет нам, что это был кризис в том учении монотеизма, которому учили человечество Ной Шем Эвер. То есть в их концепции, в концепции этих первых прадцев, монотеизм был, и монотеизм, диалог с Богом, общение с Богом, служение Всевышнему, было вещью универсальной, подходящей для всех людей. И поэтому, когда люди вдруг изобщились на народы, и когда народы стали противостоять друг другу, то та система, которую разрабатывали Ной Шем Эвер, оказалась нереализуемой. Человечество, изобщенное на народы, не могло принять эту универсальную концепцию. И поэтому необходим был, как бы, второй заход трех прадцев, Авраама и Ицхаклиякова, когда уже строится народ, реализующий в своей жизни монотеизм, а не просто монотеистическая идея. Но важно отметить, что первая группа прадцев, она не прошла зря. Ной Шем и Эвер чрезвычайно повлияли на человечество. Дальше нам рассказывает иодиция, что и Авраам, и Ицхак, и Иаков, все они учились. То есть у Ноя, Шема и Эвера, Иаков в конце уже только у Эвера мог учиться. Но это означает, что не только Авраам, но и Ицхак, и Иаков должны были получить что-то важное от них. То есть это общечереческая традиция, которая дальше переходит в иудаизм. И оказывается, Ицхак недостаточно было, что он получил вторую от Авраама. Он должен был учиться тоже у Шема и Эвера, и Иаков должен был учиться у Эвера. То есть эта общечереческая традиция очень важна. И то, что мы носим имя евреи, еврим, потомки Эвера, это показывает, насколько это существенно. То есть это сохранилось в названии нашего народа до сегодняшнего дня. И таким образом, два названия, которые у нас есть. Одно это еврим, евреи, а второе это Исраэль, сыны Израиля. Эти названия соотносятся с двумя группами праотцев, через которых наш народ возник. И очень важно помнить, что идея первых трех праотцев, но и Шема и Эвера, она не пропала, она реализовалась. Но она может реализоваться только через вторых трех праотцев, то есть через национальных. Вот это понимание того, что путь к универсальному лежит через подчеркивание, через реализацию национального, а вовсе не через отказ от национального, это очень важная идея, которая и сегодня-то нам, в общем, не совсем очевидна. И мы, безусловно, должны прожить много сил, чтобы действительно и понять ее, и правильно использовать, и на этой идее продвинуть человечество. И это, конечно, касается также и государства Израиль. Если мы будем стремиться сделать просто государство, без специфического еврейского компонента, просто обычную, просвещенную демократией, как все, то мы много не достигнем. Для того, чтобы повлиять на все человечество, и чтобы быть универсальным, чтобы иметь это универсальное значение, государство Израиль нужно быть очень специфическим, очень еврейским. И общечреческие нормы, разумеется, важны, от них никаким образом отказываться мы не можем и не собираемся, но национальная компонента должна обязательно быть ведущей в нашей самореализации. Без этого повлиять на человечество мы не сможем.